Золото чемпионата Европы по муай-тай привезли домой гагаусские спортсмены. Чемпионом Европы в весовой категории 34 кг стал Егор Влах. Еще одно золото завоевал Федор Казанжи в весе 54 кг. Это не первые награды спортсменов на международных соревнованиях. В составе сборной Молдовы выехали три спортсмена из Гагаузии. Сегодня у нас в студии Егор Влах, Федор Казанжи и Михаил Кристоф. Спортсмены, приветствую вас в нашей студии. Золото на чемпионате Европы это очень крутой результат, с чем я вас, конечно, и поздравляю. Расскажите нам, Федор, какие у вас были эмоции? Здравствуйте, спасибо большое за поздравления. Эмоции были после победы на чемпионате Европы очень разносторонние, так как я ожидал такого результата и я работал над таким результатом. А так все было хорошо, потому что был в первую очередь горд за меня мой тренер, который находится сейчас в Америке на подготовке с Александром Романовым к бою. И мне было важно, чтобы я показал хороший бой и чтобы я обрадовал всех своих близких, родных, которые переживали и болели за меня. Егор, какие были у вас эмоции? Для вас это была первая победа или нет? Да, для меня это была первая победа на таком уровне. Я готовилась к этим соревнованиям и был уверен, что я выиграл. Михаил, на соревнования поехали и вы. Я, насколько знаю, первый раз. К сожалению, не удалось дотянуть до победы, но это не повод унывать. Расскажите о ваших эмоциях. Я был расстроен, но это не был повод, чтобы унывать. И остается только тренироваться дальше, усиленно тренироваться, чтобы на следующих соревнованиях выиграть и взять золото. С кем велись у вас бои? Какой был настрой на бой? Ну, я был настроен, но, видно, не дотянул. Мы будем уверены, что в следующий раз вы обязательно завоюете медаль. Федор, расскажите нам, как велась подготовка, как велись тренировки к этому чемпионату? У нас были тренировки два раза в день. Мы готовились в составе сборной Молдовы. Мы выезжали в Кишинев два раза в неделю на спарринги, на отработки, чтобы вместе тренироваться, подготовиться к данному чемпионату. А так в Камрате мы занимались два раза в день. И был очень строгий режим. Это утром подъем, зарядка, потом отдых, утренняя тренировка. Также потом обед. Немного мы спим в обед, по часу, по полтора. И потом вечерняя тренировка. Было все расписано в день. И мы четко соблюдали план тренировок, питания, режима. Вот так и тренировались. В таком режиме, сколько времени вы жили в таком режиме перед чемпионатами? Мы живем так каждый день, не только перед чемпионатами какими-то. Это наша жизнь вообще. Если у нас серьезные соревнования, к которым мы готовимся, чтобы показать хороший результат, то полтора-два месяца уходит на вот такой режим. Но больше всего тяжело это держать питание, держать вес, потому что на соревнованиях самих требуется каждый день взвешиваться и каждый день показывать один и тот же вес, в котором ты дерешься. Кто вас поддерживал на чемпионате? Ведь вы сказали, что вашего тренера не было с вами. Мы поехали в составе сборной Молдовы, где находились также и другие тренера. Но был тренер тоже с нашего филиала, но с другого города, с Кишинева, который, можно сказать, заменял нам нашего тренера. И все то, что наш тренер говорил ему, он передавал нам, и мы видели в нем нашего тренера. Егор, если Федор был у нас на передачах еще, то вы у нас впервые. И мне бы очень интересно было узнать, сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта и почему вы выбрали для себя именно муай-тай? Я этим видом спорта занимаюсь уже 4 года. Мне очень понравился этот вид спорта, и я хочу достичь в нем успеха. Вы уже достигли хорошего результата. Какие планы на этот год, скажем? Я хочу стать еще чемпионом мира. В вашей весовой категории или в возрастной категории? Да, в этой же весовой категории 34 килограмма. Михаил, вы сколько в этом виде спорта, и какие у вас планы? В этом виде спорта я уже 4 года. Я выбрала этот спорт, потому что мне с первой тренировки мне очень понравилось. И на этот год у меня планы. Я тоже не буду останавливаться. Хочу достичь хороших результатов. Федор, совсем недавно вы стали чемпионом Молдовы по боксу. Это был ваш первый опыт в этом виде спорта. Расскажите нам, какие были эмоции, и в чем, на ваш взгляд, отличие бокса от муай-тай? Да, я выступал буквально месяц назад на соревнованиях по боксу. Он, ну как месяц, он с 2 по 5 февраля проходил в Кишиневе. Также я выступал в 54 килограмма. Эмоции были положительные, так как я всегда настраиваюсь и верю в свои возможности занять первое место. Доказать то, что и показать, что я лучший и я достоин первого места. И вот сейчас я буду готовиться на чемпионат Европы по боксу, который будет проходить в Хорватии. С 13 по 23 марта. Надеюсь, результат будет таким же, как и на чемпионате Молдова. Помните ли вы свой первый турнир, свой первый чемпионат? Вот какие были эмоции, какие остались воспоминания от этого? Турнир по какому виду спорта? По Май-тай. По Май-тай. Да, конечно, я помню свой первый турнир, так как до этого мы занимались только К1, выступали только по К1. И это было что-то новое. Мы показали себя хорошо, я помню, на том турнире. Это было в Одессе. И я стал вторым. И вот после того мы начали только заниматься этим видом спорта и только выступать по этому виду спорта. Для вас этот чемпионат Европы был первым. Но до этого, конечно же, у вас были и другие соревнования. Чемпионат Европы – это новый уровень. Был ли страх, паника, тревожность какая-то? Как удается справляться вот с этими эмоциями? Нет, паники не было чего-то вообще. Даже не ожидал сам. То есть вы были уверены, шли уверенно на победу, да? Да. У вас, Михаил? Ну, чуть был страх, но я легко преодолел его. Когда я выходила на ринг, уже ни паники, ни страха не было. После победы, конечно, эмоции бурные, все радуются. А у вас, Федор, есть ли какие-то эмоции перед боем и как удается их подавливать? Перед боем у меня был, точнее, только план на бой, что я должен буду делать на ринге. Я не думал о поражении. Это не про нас. И я выходил только с позитивными эмоциями, чтобы, как я и сказал, обрадовать всех тех, кто поддерживал меня до этих соревнований. И показать, что я лучший. Как вас встречали здесь дома? Нас встретили в аэропорту наши родители, наши самые близкие друзья, знакомые. Мы очень тепло встретили и обрадовались нашему прилету. Что говорят ваши родители, знакомые, близкие? Гордятся вами? Да, я думаю, гордятся. Поддерживают вас родители? Этот вид спорта очень, наверное, травмоопасен. Не переживают ли мамы, папы за то, что с вами что-то может случиться? Я думаю, что они переживают очень сильно. Как вы их успокаиваете? Ну, я говорю, что будет все нормально, чтобы мы не думали об этом. Ваши родители, наверное, тоже не меньше переживают? Ну, мои родители уже смирились с этим, потому что я не первый год уже выступаю. Я уже выступаю по взрослым, по взрослой, точнее, категории, где соперники старше меня на 2, 3, 4 года. И родители относятся к этому уже более-менее спокойно. Но все равно переживают больше всего мама, сестра. А папа уже давно смирился с этим, как я начал ходить на карате и начал выступать на соревнованиях там. Он уже понял то, что нечего переживать, так как я мужчина, и он не должен переживать за это. Он только гордится этим. Были ли травмы, серьезные какие-то травмы? Нет, слава богу, не было ничего. И надеемся, что и не будет ни у кого из нашего клуба. Вы в самом начале своего карьерного роста, у вас хорошие результаты, вы довольно в юном возрасте находитесь. Но даже если сравнивать за этот период, были ли в вашей карьере какие-то сложные, тяжелые бои и тяжелые соперники? Да, были, конечно, сложные и бои, и соперники. Вот в прошлом году на чемпионате мира в Таиланде, в Бангкоке я провел, получается, три боя, два из которых выиграл. Но, к сожалению, в третьем я уступил спортсмену из Бельгии, который стал на этих соревнованиях первым номером. Но это дало только толчок и мотивации больше доказать на чемпионате Европы, что мы с ним на равных. И если бы мы встретились сейчас бы на этом чемпионате, то исход боя был бы совсем другим. Вы еще школьники. Как удается совмещать тренировки? Ведь график у вас довольно плотный. Тренировки и учебу удается ли совмещать? Да, конечно. У нас школа обычно заканчивается где-то в два часа. Мы приходим домой, обедаем. Иногда, если есть время, отдыхаем и идем на тренировку. Михаил, у вас не страдает ли учеба? Нет, я не вижу, что школа – это преграда для тренировок. В школе тоже все хорошо. А есть ли у вас какое-то хобби? Вот остается время на хобби, на какие-то другие интересы помимо спорта? Ну, только на дополнительные по английскому языку и все. У меня по математике дополнительные. А у вас? Ну, у нас хобби – это воскресенье, выходной день, в котором мы можем и в футбол поиграть, и в бассейн съездить, поплавать. Ну, это больше активный отдых и хорошее времяпровождение. И еще я хотел бы добавить то, что на данном чемпионате Европы я, можно сказать, стал единственным бойцом с Республики Молдова, у которого взяли допинг-тест, проверили на допинг-тест. И, ну, я так думаю, то, что судьи посчитали меня очень таким неординарным бойцом, так как я выдал довольно хороший бой, и их что-то, наверное, смутило. Но я уверен в себе, и это только тяжелая работа. Так что вот так. Результаты уже известны? Пока еще результаты неизвестны, но сказали то, что в течение двух недель они будут известны. Как часто вот так вот происходит, что после боя у спортсмена берут допинг-тест? За всю историю сборной Молдовы, кто поехал на чемпионат Европы, мира, я стал третьим бойцом, у кого брали допинг-тест. Вот, ну, очень редко, но берут. Ну, в вашем виде спорта, вот вы, спортсмены, тренеры, как в целом относитесь к допингу? Ну, мы не принимаем никакие запрещенные вещества, у нас только тяжелая работа, и все. И это дает свои плоды, и сомнения для других. Если вернемся к школьным временам, то как ваши друзья, одноклассники относятся к тому, что вместе с ними в школу ходят чемпионы Европы? Честно, я не знаю, как относятся мои одноклассники на самом деле. Кто-то поддерживает, кто-то говорит теплые слова, поздравления, но я не обращаю на это внимания. Мне важно, что говорят мои самые близкие люди, это моя семья, это люди, которые рядом со мной всегда, которые поддерживают меня всегда. А то, что одноклассники говорят или знакомые мне люди, спасибо, спасибо, и все. Вы наверняка увлекаетесь спортом и следите за другими спортсменами. Кто из зарубежных спортсменов, бойцов, вам нравится? С кого вы берете пример? Может быть, с местных? С местных я пример не беру, только с Александра Романова. А так, мой кумир – это Лиам Харрисон. Почему вы равняетесь вот именно на него? Почему именно он ваш кумир? Мне нравится, как он работает и вообще бьет, и вообще вот как он работает, двигается. Михаил, ваш кумир? Мой кумир – это Буакал. Я хочу, я равняюсь на него, хочу быть таким уже сильным, как он. Кто ваш? Ну, у меня – это боец из смешанных единоборств. Это Конор Макгрегор, всем известный. Так как у него очень необычный стиль боя, и он всегда уверен в себе, в своих силах. И, ну, он очень популярный, все о нем знают, и я не думаю, что стоит о нем говорить. Есть ли у вас уже какой-то свой собственный стиль боя? Формируется ли? Я думаю, что да, но это все со временем и с опытом. Нам еще куда расти. Какие вот советы вы бы могли дать начинающим спортсменам? Как им достичь хороших результатов? Ну, я думаю, это в первую очередь желание от них требуется, цель поставленная, которую они хотят достичь, добиться. И только тяжелая работа, и все. Я не думаю, что стоит на кого-то смотреть, на кого-то обращать внимание, которые подают плохой пример. Мы стараемся, наш клуб старается подавать только хорошие примеры, только хорошие результаты показываем. И мы приглашаем всех желающих в наш клуб, в наш спортзал. Мы всем рады, и мы будем работать с любыми людьми, которые будут посещать наш клуб. Как вы думаете, на ваш взгляд, в чем залог успеха? Как спортсмену стать успешным спортсменом? Нужно упорно тренироваться и идти к своей цели. А вы, Михаил? Я считаю, что нужен очень тяжелый труд, характер, дисциплина тоже и поставленная цель. Надо всегда идти к своей цели до конца. Вы сказали, что ваш клуб открыт ко всем. Я знаю, что у вас и девушки занимаются. Вот вы, как представитель мужского пола, сильного пола, да, есть такой стереотип, что девушки не должны заниматься боями. Что вы можете на это сказать? Ну, само собой, это желание у девушек, чем они хотят заниматься. Если они хотят только базу изучить и больше ничего не выступать ни на соревнованиях, ни на других каких-то турнирах, то это их право и их дело. А так у нас есть, конечно, в нашей спортгруппе девочка, которая занимается и выступает на соревнованиях. Но это ее желание, это желание ее родителей, их разрешение в первую очередь. А так девушки у нас приходят, занимаются чисто для себя, для поддержания фигуры, для поддержания здоровья. И вот. Ну, на ваш взгляд, вот чем полезны владения всякими видами искусства, всякими видами боями? Как это может пригодиться и в жизни? Ну, бывают всякие ситуации, и изученная двойка руками, два прямых или два боковых не помешает для девушки, чтобы спугнуть от себя кого-то постороннего, если на то пойдет на улице или где-то в другом месте, на мероприятии, например, каком-то. Я думаю, то, что это не помешает никогда что-то изученное из смешанных или из любых других боевых искусств. Впереди у вас чемпионат Европы по боксу. Какие еще цели вы ставите перед собой? Целей очень много на этот, на следующий год, да и вообще на 10 лет вперед. Цель одна – это достигать высших результатов, выигрывать самые лучшие турниры и прославлять, в первую очередь, свой город, свой народ, себя, свою команду, где я тренируюсь, у кого я тренируюсь. Вот такие цели. Самый высший результат для вас – это какая медаль? Что за соревнование? Для меня самый высший результат – это, наверное, чтобы моя семья и я ни в чем не нуждались, чтобы я был обеспеченный и хороший человек. Но в первую очередь, конечно, нужно оставаться человеком, несмотря ни на славу, ни на деньги, ни на какие любые другие привилегии. А так – это благополучие и материальная составляющая семьи и людей, которые были со мной с самого низу и которые будут со мной наверху. Какие цели для себя ставите вы? Я ставлю цель всегда выиграть чемпионат мира ни один раз и стать алиллимпийским чемпионатом. Круто. Моя цель – тоже, думаю, выигрывать все чемпионаты. Думаю, еще у меня немало будет чемпионатов, которые я смогу и выиграть, и проиграть. Но остается только работать. Я желаю вам, конечно же, только удачи, побед и, конечно, крепкого здоровья, чтобы вы смогли как можно чаще выигрывать. На этом наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Нашим зрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас были спортсмены Егор Влах, Федор Казанжи и Михаил Крестов. Это была главная тема, совместный проект телеканала СТВ и на основу портала гагузинфо.мд. Оставайтесь с нами и вы всегда будете в курсе событий, происходящих в стране и регионе.